Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 60-й главе книги пророка Исаии, продолжая разговор о пророке Исаии в Вавилонском. 60-я глава содержит поэму, собственно, гимн удивительный, возвышенный, прекрасный, ну, можно кучу разных эпитетов подобрать, потрясающая, замечательная поэма. Вот, в каком-то смысле, ее поэтам не так и трудно понять, потому что мысль, высказываемая в этой поэме, в общем, едина, и только форма, нюансы какие-то этой мысли варьируются от стиха к стиху. Начинает Исаия словами «Восстань, светись, Иерусалим, потому что пришел свет твой, слава Господня взошла над тобою». Вот день возвращения, день, когда Бог выводит свой народ, и остаток народа Израилева ищет правды Божьей, и общение с ним, вот, восстань, светись, сияй. Вот это сияние Бога из Иерусалима. Иерусалима потрясающее, светлое, радостное и удивительное. Ну, многие из нас знают, на самом деле, по своему богослужебному опыту, как это бывает, что это значит. Вот пророк говорит, тьма покроет землю и мрак народы. Да, ну да, потому что в жизни людей без Бога, без этого света, слава Божья, мрак и тьма. А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Напомню, что слава Божья – это сияющее и видимое проявление присутствия, присутствия и власти. И дальше пророк говорит, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Вы только представьте этот образ, огромные пространства земли, погруженные во мрак, и в одном только месте светится слава Божья – надо Иерусалимом. И все народы мира, и все цари идут к восходящему над ним сиянию, потому что больше нигде света нет. Потому что больше нигде правда Божья не явлена в полном и прямом непосредственном виде. И обращаясь к Иерусалиму, пророк говорит, ты увидишь и возрадуешься, как сыновья твои идут издалека, и дочерей твоих на руках несут. Ну, обычно имеется в виду, предполагается, что пророк имеет в виду новые и новые волны возвращения из плена. Хотя, может быть, все те, кто идут к свету Божьему в Иерусалиме, так или иначе становятся частью народа Божьего. Тогда увидишь и возрадуешься, затрепещет и расширится сердце твое, и все богатства мира – верблюды, драмадеры, привезут золото, ладан, овцы кедарские, все зайдут на алтарь, мой жертвую благоугодную. Вот все богатства мира. Кто это летит, как облако, как голуби к голубятням? Это корабли, чтобы перевезти сынов Иерусалима, потому что явленно, явленно присутствует правда Божья. Бог открыл народу, и люди принимают это. Что значит быть чадом Божьим? Во имя Господа Бога твоего везут сыновей и с ними серебро. Во имя Святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Потому что вот Он этой своей правдой, в которой милосердие важно, а гордыня не важна. В которой сострадание важно, а внешние проявления благочестия не важны. Этой явленной правде Бог прославил Иерусалим. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твоих, цари служить тебе». Когда израильтяне вернулись из плена, Иерусалим в руинах, храма нет, стен нет. Вместо домов остались какие-то лачуги. И одни говорят, надо сначала построить стены, другие говорят, надо построить храм. И там кто-то говорит, что у нас не хватит рук на храм и стены, и вот все надо восстанавливать, все и сразу. И вот пророк говорит, ты правдой Божьей сияй. Тогда придут сыновья иноземцев, будут тебе стены строить. «И цари служить тебе, потому что я тебя во гневе поражал, но в благоволении буду милостив». Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. Такие народы совершенно истребятся. Ну, вообще, слушай, не хочется это слышать как пророчество. Как это так? Народы, которые не захотят служить Божьему, Иерусалиму, где сияет правда Божья, совершенно истребятся. Вот прям неприятно. Но то, что нам не хочется этого читать, не отменяет смысл пророчества. Это, конечно, тоже и о древнем, и о современном антисемитизме говорится. О том, что вот там Бог забыл, бросил израильтян и так далее. Народы, которые не захотят служить тебе, совершенно истребятся. И я прославлю подножие ног моих. И ты будешь насыщаться молоком народов, и узнаешь, что я Господь и искупитель твой сильный Израилев, тот, кто освобождает тебя из плена. Чтобы мы, дай Бог, не перепутали, Бог еще раз уточняет, что это значит. Я Господь твой спаситель, искупитель, народы, которые не захотят тебе служить, истребятся. И не слышно будет насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, потому что там, в стенах Иерусалима, не будет насилия, не будет опустошения и разорения. Вот об этом надо, в первую очередь, заботиться. Чтобы не было слышно насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. Уже солнце, говорит пророк, не будет тебе светить, не будет служить тебе и сияние луны светить тебе, потому что Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Вот так вечным светом будет Господь Бог. Не зайдет уже солнце твое, чуть по-другому говорится то же самое, потому что Бог будет для тебя вечным светом. И я ускорю совершить это, ускорю своим светом наполнить и укрепить Иерусалим в нужное время. Господь будет для тебя вечным светом. Раз узнав правду Божию и научившись следовать ей, ты ее уже не забудешь. Субтитры сделал DimaTorzok